В начале выпуска о главном президент России Владимир Путин провел заседание Государственного Совета Российской Федерации по теме о реализации молодежной политики в современных условиях. В заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Открывая заседание Госсовета Владимир Путин объявил о важных решениях в сфере молодежной политики. Президент отметил, важно продолжать развитие волонтерского движения, предоставить возможности для реализации профессионального потенциала подрастающего поколения, воплощать в жизнь просветительские проекты, посвященные российской истории и государственности. Владимир Путин подчеркнул значимость работы нового молодежного объединения «Движение первых», продолжения инициатив общества знаний, платформы «Россия. Страна возможностей». Спикерами заседания Госсовета выступили представители волонтерского движения «Мы вместе», российского движения «Школьников. Педагоги». Представлены предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2020 года. В том числе они касались совершенствования работы по организации трудовой занятости молодежи, профессиональной подготовки. Участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих. И, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, для которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО. Игорь Руденек, имитируя заседание Госсовета представителям СМИ, назвал ключевые направления молодежной политики в Тверской области. Это идеология, которая должна лежать в основе всех событий и планов. Для этого в Тверской области создан Совет по духовно-нравственному воспитанию. Вторая составляющая — это выбор профессий и вопрос определения своей роли в будущем развития страны. И третья составляющая — это возможность реализации своих планов в соответствии с выбором. Это образование, трудовая практика, возможность участвовать в интересных проектах. Сегодня молодежь уже думает, чем она может быть полезна стране. И вот эта постановка вопроса, я думаю, сегодня ключевая. То, что дети и молодежь и новое движение именно встраиваются в интересы государства, в перспективу развития государства и в стратегию развития государства. Губернатор отметил важную роль семьи в формировании личности ребенка. Помимо обозначенной главой региона направлений, молодежная политика Тверской области ориентирована на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. В регионе насчитывается более 500 детских и молодежных общественных организаций, свыше 260 из них — патриотической направленности. Активно развивается движение «Юнармия». Особое внимание уделяется молодым семьям. Им предоставляется поддержка по ряду направлений. Так, в 2022 году улучшили свои жилищные условия более 160 молодых семей из разных муниципалитетов области благодаря предоставленным сертификатам. Эта комплексная работа получила высокую оценку на федеральном уровне.